С первой полкой мы закончили. Переходим ко второй. Что у нас лежит здесь? Первое, что мы видим, это баночка с остатками ниток. Я не собираю нитки, когда я вышиваю. То есть, да, я знаю, что некоторые девочки после вышивки все свои обрезочки собирают. Я так не делаю, но я все-таки поддалась небольшому влиянию, решила попробовать. Может быть, мне тоже понравится собирать ниточки. И эти нитки у меня от распарывания. Положила их в баночку, не знаю зачем, не знаю, что с ней делать. Вот она стоит. Ну и пускай дальше стоит. Рамка для фотографий. В нее я хотела оформить свой сэмплер с елочкой, но передумала, потому что Новый год прошел. Рамочка осталась, и я такая, хм, может быть, она пригодится мне для какой-нибудь другой работы. Зачем я сейчас буду оформлять в нее елочку, которая скоро будет убрана в дальний угол. Рамка осталась, и, возможно, в нее поместится мой котик, которого я сейчас вышиваю. В общем, без дела она не будет лежать, пригодится. Тот самый кот, про которого я сейчас говорила. Я никак его не закончу. Тут осталось совсем чуть-чуть. Тут нужно вышить сердечко и немножко фона. Я к нему очень давно не приступала, и он у меня отложен на неизвестное время. Сюда, в этот шкаф, вообще, в принципе, попадают только те вещи, которыми я не пользуюсь на данный момент в вышивке. То есть то, что не требуется так часто доставать. Все, что мне нужно, у меня лежит на столе. То есть то, чем я активно пользуюсь, то есть нитки, которые мне нужны для процесса, работа, пяльцы, ножницы, игольница. Все лежит у меня на рабочем столе, а все, что лежит здесь, это так называемый шкаф запасов. То, к чему я подхожу не так часто. И раз он попал сюда, значит, настало время грустить о котике. Если вы периодически смотрите мои видео, то вы могли уже видеть этот паровоз. Его сделал мой брат. С виду может показаться, что это обычная детская игрушка с колесиками, но на самом деле нет. Это устройство, которое можно заряжать. То есть внутри в нем есть батарея. Он может автономно работать в качестве динамика, в качестве лампы и в качестве зарядника для телефона. То есть здесь есть USB-вход, в который можно воткнуть USB-провод и заряжать свой телефон. Я им периодически пользуюсь, когда мы, например, смотрим фильмы на телевизоре. Или когда я делаю уборку и хочу, чтобы музыка или что-то звучало погромче. Я подключаю его к своему компьютеру и наслаждаюсь музыкой. Еще раз хочу сказать большое спасибо моему брату за это устройство. Я им пользуюсь. Еще одно устройство, которое также сделал для меня мой брат, это мотя. Начнем с того, что мотя создан для перемотки ниток из мотков на бобинки. Сюда вставляется бобинка, нажимается кнопочка и бобинка крутится, наматывая на себя нитки. Раньше можно было наматывать нитки только нажимая на кнопку пальцем. Теперь можно нажимать на кнопку ногой. Можно подсоединить этот провод к моте, бросить ее на пол и освободить полностью свои руки. Кто-то предложил это в комментариях и мой брат решил это осуществить. Тяжело регулировать скорость ногой, поэтому спасает, что здесь есть регулировка скорости. Удобно, что ты можешь мотать и в это время руками распутывать нитку. В общем, как только понадобится, я сразу его достану и опять буду мотать ниточки. Пока такой необходимости нет, потому что все, что мне нужно было, я уже перемотала с помощью него. Две полки мы уже посмотрели и на очереди следующая, третья полка. Опять коробочка, опять какие-то штучки непонятные. Здесь у меня лежат вещи не совсем для вышивки, больше предназначенные для шитья, наверное, и для украшательств. Булавочки. Иногда нужно. Здесь лежат прищепки. Они раскрашены в разные цвета. Их мы с Яном красили вместе перед нашим совместным первым Новым годом, когда мы делали камин. У нас тогда была развернута целая предновогодняя кампания по изготовлению новогодних украшений. Этими украшениями, которые мы сделали в первый год, мы пользуемся до сих пор. Перед Новым годом квартира превращается в самодельно-рукодельный уголок. И всегда очень приятно вспоминать, как мы проводили время, раскрашивая эти прищепки. Этими прищепками я могу закалывать носочки новогодние, которые висят на камине. Дальше у нас идет коробка с акцентуарами, которые используются для вышивки. Это пяльцы. Здесь у меня небольшая коллекция пялец. Одни, вот как видите, сломаны. Но я не знаю, зачем я их храню. Просто давно не заглядывала в эту коробку. Мои любимые. Я люблю вышивать на пяльцах и только на пяльцах. И если работа помещается в пяльцы, то я счастлива. Если не помещается, как, например, Наруто, да, сейчас я вышиваю ее на куснапах. Но мне это вообще не нравится. Это неудобно. Пяльцы One Love. В разобранном виде. Пяльцы рамка от Робески. Да, вот. Такого размера. Не знаю, в сантиметрах сколько это. Не сложилась у меня дружба с рамами. Ровно так же, как и со стойкой универсальной от Сереги Мастера. Эти четыре палочки, это стойка станка универсального. Они используются вместе с этой рамкой. Ну, так сложно, наверное, понять. Сейчас я попробую собрать. Вот. И я пойду, как ты делаешь. Вот, что эта конструкция из себя представляет. Это выглядит примерно как станок, который можно использовать как настольный или диванный. Но на столе он занимает очень много места и с ним неудобно на столе. Ну, мне, по крайней мере, неудобно сидеть с ним за столом. Я его использовала как диванный вариант, то есть я садилась на диван, ставила его вот так, ну, повыше только накручивала и вышивала. Но мне неудобно было, потому что, видите, вся эта конструкция, она такая шаткая, валкая. Даже если очень туго все затянуть, все равно это будет все болтаться. Я в ней помещаюсь, но стоит мне немножко повернуться и все это начинает шататься, болтаться. В общем, неудобно. Шея неудобно, шея затекает, потому что слишком низко, то есть не хватает мне высоты. И, в общем, вся эта конструкция у меня лежит без дела и вряд ли я буду ей пользоваться. Я сделала для себя вывод, что рамы мне не подходят. Мне неудобно на них вышивать, я люблю пяльцы. Кусочек конвы, на котором я пробовала нитки, то есть пробовала переход цвета. Если вы не знаете, то я создаю схемы для вышивки и иногда для того, чтобы понять, как будет формироваться переход цвета, я вышиваю небольшой кусочек, участочек и использую для этого вот такие небольшие отрезки. Вот здесь точно такой же пример. Я его просто бросила в эту коробочку, чтобы он не потерялся и он здесь у меня лежит. Также здесь у меня есть органайзер пака, с которым у меня тоже не сложилась дружба. Я подумала, что мне нужно обязательно его испробовать, так как его очень многие используют и очень многим людям он нравится. Я, значит, зарядила его по полной, нарисовала все значки, навешала нитки, которые мне нужны были для процесса, вышила половину работы, используя только его. И под конец просто плюнула, сняла все нитки отсюда и перемотала обратно на бобинки, потому что неудобно. Возможно, для тех, кто вышивает на станках, у которых есть большие установки, которые стоят на полу и этот органайзер можно куда-то прикрепить для того, чтобы нитки свободно висели, то да, это будет удобно. Но когда вы вышиваете, как я, когда вы постоянно то на диване, то на столе, то еще где-нибудь, в общем, где только не приткнетесь, то с такой штукой, конечно, не походишь. Она совершенно нетранспортабельна и бобинки в этом плане намного более выигрышны. Их можно положить в удобный пакетик с молнией и все. Это не занимает много места, это удобно, нитки не болтаются, не пылятся, нигде не потеряются. Намного удобнее, чем вот этот вариант. Тоже я с ним не подружилась. И здесь у меня еще есть запас бумажек для значков, также для органайзера пака. Здесь у меня лежит канва. Это АИДА 14 каунта от Свайгард. Очень большой отрез. Я сейчас даже не скажу, какого он размера, но он точно в полную ширину, то есть 150 см и, наверное, на метр или на два. То есть полтора на два метра. Примерно такой здесь отрез. Его я покупала для комплектации наборов для вышивки. Если вы не знаете, то я собираю наборы для вышивки. И вот эта ткань была куплена именно для наборов. Но в дальнейшем в наборы я все-таки положила в большей части равномерку. Только в одном наборе у меня лежит АИДА и не белая. Поэтому вот такой большой отрез лежит у меня. У нас осталась одна открытая полка. И ниже идет еще дверка, за которой тоже спрятано несколько полок, на которых лежит самое интересное. Вам сейчас их не видно, но, наверное, пора переставить камеру и переходить к самому важному. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова